В эфире выпуск с вами Ольга Илларионова и о главных событиях к этому часу. Делегация депутатов ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким посетила Луганск. Первый визит в школу номер 51, которая была повреждена в результате обстрелов в ССУ еще в 2014 году. Леонид Слуцкий подчеркнул, ЛДПР принимает и будет продолжать принимать участие в восстановлении социальных объектов в новых регионах России. Эта школа, смотря на достаточно большой масштаб проводимых работ, уже примет снова первых учеников 1 сентября нынешнего года. Это очень важная, очень благородная работа и то, что она столь масштабно идет на Луганщине, поклон правительству Москвы и губернаторам других субъектов федерации, которые взяли подшеркненные города, поселки и занимаются тем же самым. Мы тоже в этом участвовали, но об этом молчим, поскольку это не повод для пиара. Наша задача – доходить до каждого человека и каждой семьи. Наша задача – решать системные проблемы, превращая их в федеральные законы, не проблемы, а пути их решения. Ну и, конечно, самое единичное, казалось бы, нелинейное, нестандартное – вопросы «Семья осталась без крови», еще какие-то вопросы. Их много, мы уже можем для себя их как-то обобщать. Но с каждым таким вопросом будем заниматься, будем решать. Потому что, как президент очень точно подчеркнул в заключение послания федеральному собранию, а по сути это не послание, а программа действий, не на шесть лет, а гораздо на дольше, развитие страны, поддержки и развития общества. Важнейший тезис, который уникальным образом совпал с тем, что я говорю как мантру в конце каждого своего выступления. Мы работаем не за километры, не за тонны, не за рубли, а за людей, для людей. И вот это движение к людям, наше нахождение с ними – это и есть то, ради чего существуют политические партии. Это устойчивая позиция ЛДПР. Еще раз подчеркиваю, что будем принимать участие и больше, нежели до сегодня в вопросах и делах, связанных с восстановлением объектов разрушенной инфраструктуры во всех четырех новых регионах. Для меня символично быть здесь, быть с людьми. Продолжаем работу. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки на Украину сухопутных войск Североатлантического альянса. После того, как данное заявление вызвало широкий общественный резонанс в Европе, Макрон отказался от собственных слов. Что касается Макрона, я бы ответил словами Пушкина, который сказал в отношении Наполеона и французов, так высылайте же к нам витии своих озлобленных сынов. Им место есть в полях России среди нечуждых им гробов. Поэтому пусть высылает. Они уже, по-моему, неоднократно на нас там уже убирались и ничем хорошим это не закачивало. И вы, конечно, правы обсуждать, для чего я сказал Макрон, в связи с чем, но мы ни к какому выводу толком не придем. Потому что безумство, которое присутствует в нынешних лидерах Европы, совершенно понятно и очевидно. Депутаты фракции ЛДПР в Государственной Думе предложили установить доплату к страховой пенсии в двойном размере, если стаж пенсионера превышает 30 лет. В случае одобрения инициированного ЛДПР законопроекта пенсионеры с 30-летним стажем смогут получать более 26,5 тысяч рублей ежемесячно, дополнительно к пенсии. Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект, обязывающий все образовательные учреждения в России, включая детские сады и университеты, вывешивать государственный флаг. Инициативу поддержали и в ЛДПР. При этом депутаты обращают внимание на ключевые проблемы системы образования России. Как известно, сегодня дефицит педагогических кадров составляет более 11 тысяч человек. Основная причина невысокой популярности профессии учителя заключается в низком уровне зарплат. Безусловно, важнейший законопроект, проект, который направлен на историческое, политическое, нравственное воспитание школьников. Мы абсолютно согласны и поддержим данный законопроект. Действительно, использование государственной символики в нашей стране должно быть повсеместно. Об этом говорит лидер ЛДПР Леонид Эдуардович Слуцкий. Приезжая в другие страны, мы видим, как вывешивается государственный флаг на государственных учреждениях. Да даже и просто в жилых массивах, на домах присутствует элемент такой, как государственный флаг. Но здесь есть определенная особенность в данном законопроекте. Безусловно, мы говорим про нравственное воспитание, мы прививаем самого раннего возраста уважение государственным символам Российской Федерации. Делаем все для того, чтобы дети максимально восприняли эту информацию и действительно были благодарны и своей стране, и вообще всему тому, что сегодня делается в нашем государстве. Но есть определенные моменты. Конечно же, воспитательный процесс, он не может происходить сам по себе. Должны быть условия созданы для этого. И вопрос сводится не только к флагу или гимну. Во многом это сводится к тому, чтобы подготовить преподавателей, педагогов, тех наставников, которые будут объяснять и работать с детьми. К сожалению, сегодня в нашей стране не всегда созданы, особенно на региональном уровне, это и есть региональный или муниципальный уровень, условия для того, чтобы педагоги, придя в школу, комфортно себя ощущали в этой школе. Получали нормальную заработную плату, получали дополнительные возможности для собственной реализации. И чувствовали себя и достаточно хорошо и комфортно на своем рабочем месте. Фракция ЛДПР предлагала принять закон о защите чести и достоинства педагогического работника. Некоторые коллеги не голосовали за этот законопроект, к сожалению, для педагогических работников, но и, к сожалению, для этих же коллег и, к сожалению, для всех уже этот законопроект был отклонен. В этой связи, безусловно, когда мы говорим о патриотическом воспитании, о морально-нравственном состоянии общества, мы не должны вырывать определенные элементы и ставить их во главу угла. Нравственное воспитание – это система, это комплекс мер, которые направлены и для тех, кто это воспитание перенимает, и для тех, кто эти возможности создает, в том числе наставников и педагогов. И пока мы не разберемся со всеми элементами системы, не создадим все условия, мы лишь будем заниматься тем, что достаем каждую спичку из коробка и на нее смотрим. Нужно работать системно. К этому призывает фракция ЛДПР. В ходе всероссийского опроса «Скажи слудскому правду» к депутатам ЛДПР обратились жители одного из домов на улице Орджоникидзе в Твери. Некачественная работа местной управляющей компании стала причиной появления на стенах квартир слой из мха и плесени. Администрация города на проблему внимания не обращает. Подробнее в нашем сюжете. Вера Михайловна с горькой иронией хвастается урожаем грибов, выращенных в домашних условиях, без ее на то согласия и ведома. Круглогодичный грибной сезон получился благодаря парниковым условиям, созданным в результате совместных усилий местной управляющей компании и администрации города Тверь. Это то, что у меня наверху подоконник. Я там стала менять, счищать, думала плесень. А смотрю, гриб вырос. Он был примерно вот такой вот. Стал по книжке в опасник трубчатый. Он как раз на мокром ху. Короче, для него это красота. Сырость, плесень, копающая вода с потолка дополняют растительную, но отнюдь не человеческую жизнь в квартирах на улице Орджоникидзе. В городе, между прочим, воинской славы. Желок. Чтобы в раковину все стекало, а не на пол. А то я тут плавал. Можно было в резиновых сапогах ходить. В общем, не живем, а выживаем. Вот попробуйте вот эти мокрые стены. Вот этот запах, это ужас. Это ужас. Обидно. До слез обидно. К плохому не хочется даже привыкать. Хочется надеяться на лучшее. Напряжение людей в тверских субтропиках усиливает напряжение электрическое. Прислоненный к стене амперметр горит красным, будто в розетке. Под напряжением все живем. Вон как горит. Вот куда электричество все еще уходит, а с людей требуют деньги. О проблемах этого дома представители ЛДПР узнали благодаря всероссийскому опросу. Обращения от жителей дома были незамедлительно рассмотрены. По данному обращению уже на контроле у председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого соответствующие запросы направлены мной в прокуратуру области, нашим депутатам Государственной думы Свинцовым в правительстве Тверской области. И мы ждем от, прежде всего, от администрации города Твери, от правительства Тверской области, от прокуратуры, от фонда капитального ремонта, не нахождение тех, кто виноват, а, прежде всего, решение данного вопроса. Проблема крыши местную администрацию не беспокоит, но платежи за ЖКХ и электроэнергию, утекающую вместе с водой по стенам, приходят ежемесячно и вовремя. Подумаешь, с потолка электрический дождь, а за капремонт заплатить обязаны. Общая у нас стоимость около 10 тысяч выходит за квартиру. И плюс еще вот 2 400, это содержание дома. Еще одно обращение от жителей поселка Зеленый. Местная живописная река рискует стать зловонным ручьем. А вот самые живописные места поселка Зеленый. И всего в нескольких метрах отсюда канализационная труба со всеми вытекающими. В исправительном центре для отбывающих срок за нетяжкие преступления решили сливать отходы жизнедеятельности в реку Тверцу. И по трубе вот эти канализационные штоки бегут непосредственно в реку Тверцу. Вот сегодня у нас 1 марта. Хоть и вот теперь, но промыв канализацию, виден невооруженным взглядом еще задолго до сегодняшнего дня. С ужасом ждем лето. Что будет летом, тут еще и вообще страшно представить. Если сегодня уже беспорядков у нас хватает. На эти нарушения, грубейшие нарушения экологические, действительно, все вещи не реагируют. Ни природа охранная, ни министерство ресурсов, которое обязано, ни местная администрация. Никто. Экологическая проблема уже на карандаше депутатов законодательного собрания Тверской области. Мы обеспокоены этой ситуацией, потому что мы здесь живем. Сейчас начнется летний сезон, дети приедут на каникулы, соответственно, купаемся в речках. Да и вообще, как бы, беспредел хотелось бы остановить. Это Торжовский район, а вообще жемчужина нашего Тверского края, наряду с городом Твери, с Вышним Волочком. Они имеют богатую историю. И они включены в маршруты по туристической привлекательности нашей области. Дальше вниз по течению, я вам могу показать, находятся три пионерских лагеря. А дальше уже город Тверь. Дальше уже город Тверь впадает в Волгу. А вот здесь, вот Тверце, водозабор Тверской. Все обращения всероссийского опроса ЛДПР уже в работе. И результат не заставит себя долго ждать. Едем ко всем, слышим каждого. По завещаниям Владимира Жириновского. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей смотрите на наших YouTube и YouTube каналах, а также в телеграм-канале ЛДПР-ТВ.